Здравствуйте, я Дмитрий Шапкин, и это программа «В свете закона». В ней мы озвучиваем самые разные юридические вопросы, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками областной прокуратуры», где мы озвучиваем реальные вопросы наших телезрителей. Спрашивайте, задавайте свои вопросы в областную прокуратуру, и мы ответим на них в наших будущих программах. Я представляю гостей нашей студии сегодня, это помощник прокурора Мичуринска Татьяна Буцких. Татьяна Геннадьевна, добрый день. Здравствуйте. Тема нашей беседы сегодня – это правовые последствия совершения коррупционных преступлений при осуществлении образовательной деятельности. Тема, наверное, тоже очень-очень злободневная, потому что в этой сфере нарушений, скажем так, за последние годы является достаточно много. Я думаю, разговор у нас будет очень интересен самым разным категориям граждан, как тем, кто проходит обучение, так и тем, кто как раз занимается обучением. И первый вопрос такой. Как органы прокуратуры, в том числе прокуратуры города Мичуринска, осуществляют надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере образования? Данное направление является одним из приоритетных направлений в прокуратуре города Мичуринска, в связи с чем в взаимодействии с уполномоченными правоохранительными органами и государственными органами осуществляется системный надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в том числе так называемой бытовой коррупции, которая направлена в сфере образования. То есть, как пример можно привести, это получение преподавателем какое-либо вознаграждение от своего обучающего студента за положительную оценку на экзамене помимо своей заработной платы. Как правило, сведения о наиболее группах и значимых коррупционных правонарушений, которые требуют комплексного анализа и реагирования, в том числе со стороны прокуратуры города, становятся известными в ходе проведения соответствующих проверок, а также в ходе оперативно-служебных деятельностей правоохранительных, соответствующих правоохранительных органов. С какими органами, организациями, как вы уже сказали, отчасти мы ответили на этот вопрос, но тем не менее, с какими органами и организациями взаимодействует прокуратура города при осуществлении направления данного надзора? Ну, к примеру, можно назвать это ОМВД России по городу Мичуринску, а также Мичуринским СОИ СУСК России по Тамбовской области. Это что касается правоохранительных органов, как пример. Кроме того, в качестве организации, я думаю, можно привести это администрацию города Мичуринска. Расскажите, какие нарушения в результате такого взаимодействия выявляются прокуратурой? К примеру, можно привести, что в ходе изучения уголовного дела, которое было возбуждено Мичуринским СОИ СУСК России по Тамбовской области, по части 1 ст. 291 Прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мелкое взятничество, было установлено, что в среднем профессиональном учебном заведении города Мичуринска преподаватель, который в силу своей должностной инструкции, учебного плана, графика учебного процесса на период 19-20-21 года должен был провести дифференцированный зачет по поводу сдачи учебной производственной практики у студентов 2-3 курса. В связи с чем у данного преподавателя возник преступный умысел, который был направлен на систематическое получение взяток по месту своей работы у данных студентов, который имеет неудовлетворительную успеваемость. За написание, в частности, за написание отчетов за определенный период, который был установлен учебным планом, а также за сдачу дифференцированного зачета по учебной производственной практике. Для реализации задумного преподаватель сообщил конкретному студенту индивидуально о размере денежных средств, которые должны будут быть переданы ему в качестве взятки, а также способы передачи путем использования мобильного приложения банка. На данное предложение согласилось 10 студентов, которые имели неудовлетворительную успеваемость. После чего данный преподаватель, получив денежные средства в качестве взятки в размере 13 тысяч рублей, поставил в ведомость положительные отметки, а именно «хорошо» и «отлично» за дифференцированный зачет, не проводя его официально. То есть человек даже не побоялся банковские данные предоставить, чтобы на карту перечислять деньги. Все верно. Замечательно. Каковы вообще меры прокурорского реагирования и насколько они эффективны? Хотелось бы отметить, что как раз-таки данные денежные средства, которые были переданы между преподавателем и студентом, они подпадают под понятие сделки. Понятие сделки, оно зафиксировано в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в 169-й статье, где украсано, что данные сделки, в зависимости от того, что они нарушают общественный порядок и вообще противоречат принципам нравственности, они признаются недействительными в силу их ничтожности. В данном случае, как преподаватель, так и студент, они и знали о противоправности характера, совершаемых между ними сделки. В связи с чем прокуратуру города было подготовлено исковое заявление, направлено в Мичуринский городской суд, о признании данной сделки между преподавателем и студентом в силу ее ничтожности по каждому из фактов, то есть по каждому из студентов, в связи с чем необходимо было, одним из требований прокуратуры было взыскать полученные денежные средства в качестве взятки данным преподавателям в пользу Российской Федерации. По результатам рассмотрения искового заявления требования прокуратуры города Мичуринска были удовлетворены в полном объеме. Каковы последствия совершения коррупционных правонарушений и преступлений для дальнейшей преподавательской деятельности? То есть, что, чем, скажем так, страшны для преподавателей подобные преступления? Ну, естественно, если они раскрываются, понятное дело. Безусловно, эти преступления раскрываются. И, как следует из правового регулирования, статьей 76 Трудовой кодекс Российской Федерации предусмотрены общие принципы отстранения педагогического работника от осуществления им трудовой деятельности. В данном случае, данный случай, он подпадает также под эту категорию, а именно, когда правоохранительные органы сообщают работодателю о том, что в отношении того или иного педагогического работника было возбуждено уголовное дело, соответственно, осуществляется уголовное преследование, то данный работник должен быть отстранен от исполнения своих трудовых обязанностей, так как данные статьи, они предусматривают, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В связи с чем, данный работник, он отстраняется от исполнения трудовых обязанностей либо до момента прекращения уголовного преследования, либо до вступления приговора в законную силу. Вместе с тем, надзорные мероприятия показали, что в двух образовательных учреждениях города Мичуринска такие преподаватели, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, в частности, по части 3 статьи 290 УК РФ, это получение взятки. И прошу отметить, что данная категория преступлений относится в силу статьи 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, так как наказание влечет до 8 лет лишения свободы. В связи с выявленными нарушениями работодателю было внесено акт прокурорского реагирования, такое как представление, по результатам рассмотрения которого данные работники были отстранены от исполнения им своих трудовых обязанностей в плане преподавательской деятельности, а должностные лица кадровой службы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Имеются ли какие-либо правовые последствия для студентов в подобных ситуациях? То есть о преподавателях мы сказали, а вот что грозит другой стороне? Безусловно, имеются правовые последствия. Стоит отметить о том, что имеется федеральное законодательство и в сфере образования, в которой предусмотрен определенный учебный план, согласно которым преподаватели должны следовать и обучать соответствующих студентов по той или иной дисциплине. Если преподаватели выходят за рамки, то есть, как в нашем случае уже прозвучал пример о том, что он не проводит зачет, а автоматически получает денежные средства и, соответственно, его ставит, то в данном случае студенту возможно признание данного диплома недействительным, либо же будет представлена возможность для пересдачи той или иной дисциплины. А в каких ситуациях наверняка даже отчисление грозит, если человек еще не закончил учебное заведение? Ну, в зависимости, наверное, от того, какая была дисциплина и сумма взятки от преподавателя. Степень тяжести преступления. Каким образом документы об образовании, полученные в результате дачи взятки преподавателя, могут быть признаны недействительными? Вот вы отчасти ответили на этот вопрос, но как бы полностью... Да, ну, хотелось бы все-таки вернуться к предыдущему вам вопросу, где я приводила пример по поводу направления искового заявления в Мечуринский городской суд о признании сделки недействительной в силу ее ничтожности. В данном случае практически действия будут аналогичными. То есть подготавливается исковое заявление прокуратуры города и направляется исковое заявление уже о признании недействительным данного диплома, где указывает, соответственно, ответчик, это та организация, которая, то учреждение, которое выдало данный диплом тому или иному студенту. И также третье лицо, это именно студент, в отношении которого был вынесен и вручен ему диплом образования. Насколько часто такие преступления совершаются? Вы сказали, что это одна из главных, скажем так, тем, одна из главных проблем, которые занимается городская прокуратура Мичуринска. Количество подобных преступлений, оно год от года растет или оно стабильно? Знаете, как я вам отвечу на этот вопрос? Так как я работаю всего лишь год в прокуратуре города Мичуринска, в моей практике это вот первоначальный случай, но я полагаю, что, возможно, в предыдущие года данные преступления также совершались и выявлялись. Татьяна Геннадьевна, я благодарю вас за интересные ответы, за ответы с такими яркими примерами, которые очень хорошо характеризуют ситуацию с коррупцией, с коррупционными преступлениями как раз в сфере образования. Не секрет, что коррупция проникла во все сферы нашей жизни, в том числе и в эту, естественно. К сожалению, проявление ее возникает периодически. Естественно, любое преступление зачастую не остается безнаказанным. Я очень надеюсь, что те люди, которые имели, скажем, такой некоторый соблазн, сделали что-то подобное, вот посмотрев эту передачу, от этого решения, от такого замысла они откажутся. Потому что, ну, собственно говоря, образование — это путь стать умнее, лучше, интереснее для общества получить более востребованную, более интересную профессию. И то, как ты будешь его получать, напрямую зависит от твоей будущей жизни, твоей профессии. То есть если человек, ну, честно сдал зачет, экзамен, он будет лучше понимать свой предмет. Если он сдал его так спустя рукава, естественно, в этой сфере у него в дальнейшем будет такой пробел. И в будущем это скажется в дальнейшей деятельности. Очень хотелось бы, чтобы подобных преступлений и в Мичуринске, и вообще в нашем регионе было меньше. Помню, 20 лет назад, когда я сам был студентом, тоже были подобные преступления. И люди, которые были замешаны в них, получали порой очень серьезное наказание. Вплоть до уголовных дел. Вот один из моих преподавателей, к сожалению, отсидел реальный срок. Очень бы не хотелось, чтобы подобным образом и судьбы студентов, которые замечены в этих вещах, косвенно или напрямую, и судьбы преподавателей, собственно говоря, калечились, и карьера людей на этом заканчивалась. Очень хотелось бы, чтобы в будущем подобных преступлений было меньше. Чего я вам желаю? Ну, а еще желаю, чтобы вы к нам в гости приходили еще раз и не раз, да, и подобную тему вы бы освещали в будущем. Поскольку, насколько я понимаю, коррупционные преступления, они тоже совершенствуются теми людьми, которые как бы их совершают, да. Но наше законодательство тоже не стоит на месте. В том числе и в образовательной сфере наверняка о будущем будут изменения. И как трактовать эти изменения, да, необходимо, чтобы пояснял специалист. Вот от вас мы и ждем, наверное, таких пояснений. Спасибо вам огромное еще раз. Я напоминаю нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете задавать в областную прокуратуру. Их оттуда передадут в нашу студию, ну, а мы затем озвучим их в эфирах наших будущих программ. На этом я заканчиваю нашу передачу и прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok